Да, пожалуйста, Владимир Вольфович, дайте Владимир Вольфовичу сказать, сейчас, кстати, одну секунду, одну секунду, пожалуйста. Я для чего сюда пришел? Да, Владимир Вольфович, вы нам в статистике пришли сказать правду, 20 человек дискутируют, вы ведущие между собой, а меня зачем позвали? Это ужасная ситуация, мы ее исправляем, давай я вам скажу, пожалуйста. Мне подачки не нужны, вы же ошибки совершаете здесь, совершенно непростительно. Вы сами спровоцировали их на позицию, что мы должны оправдываться перед ними. Что вы им доказываете, что мы? Я вообще вас здесь не вижу. Я говорю, про эту сторону, про эту сторону. Что вы все просите их, им помочь? С какой стати? Вот Европа горит и пусть горит. Радоваться надо. А, а вот так вы будете ждать от них оплеуху. Мы русских защищать не имеем права. Мы уже Крым сдать обратно, Донбасс сдать, Абхазию грузинам отдать, Южную... Все отдать, страну расчленить. Вот их золотая мечта. Чтобы осталось московское княжество с одним публичным домом. Все. То есть вы считаете, что... Вот о чем они мечтают. Вы считаете, что... Но они издеваются над нами. Нет смысла предлагать сотрудничество... Никакого сотрудничества. Как бы, выражаясь русской пословице, которую знает Майкл Бум, метать бисер перед свиньями. Бесполезно. Они издеваются, что они уже нас обвинили, что мы в Брюсселе устроили теракт. Вы понимаете? Да. И чем мы больше... Слышали мы такое. Сегодня русский парламент стоя чтил память жертв трагедии Брюсселя. Нет, правильно. Ни разу ни один парламент в Европе не поднимался. Никогда. Тогда у нас были теракты. Никогда. Вы, Рыжков, прав. Люди выходили со свечами и светами. Мы говорим об уровне власти. Никогда ни один парламент. Магериня не плакала. Ничего. Телеграмму не прислали ни разу. Не плакала Магериня. Вот что меня беспокоит. Какая реакция Кремля? Что Путин трагедия? Подождите, я не закончил. В Анкаре. Подождите. Ужасная. Мы соболезны в Анкаре. Конечно. Майкл. Видите, на чем упрекают? Да. Мы, оказывается, бомбить должны еще. Позвать американцев. Вот здесь можно бомбу опустить? Можно. Русские опускают бомбу. Вы нас еще за идиотов держите. Как мы будем бомбить? Оказывается, мы в борьбе с ИГИЛ кого-то там случайно ранили осколок. Война-то цветы раздавать. В любой стране мира в войне взрыв и может кого-то другого ранить. Они цепляются. Ах, вы там бомбили. Вот вы наших союзников там затронули. Теперь мы с вами снова враждуем. Их послать на три бупы надо. И Америку, и Евросоюз. Всех вместе. Потому что более наглой политикой. Гитлер честнее вас будет. Я знаю эти бухвы. Подобно Гитлер честнее вас, чем вы сегодня американцы. Подлецы и негодяи. Они просто хитрые. Что мы делаем вам за эти 70 лет? Мы еще до Берлина не дошли. Вы уже планировали разбомбить Москву. Более подлых нету, чем Америка. Гитлер лучше вас. Гитлер. Он отравился, понимая, что он совершил подлость. А вы 70 лет улыбаетесь. И с улыбкой уничтожаете всю планету. Еще в этом нас обвиняете. Никогда не надо унижаться. Никакой помощи этим подонкам. Пожалуйста. Никакой помощи. И мне бесправильно сказал, что если нам санкции никакого вреда не приносит, что мы все про санкции говорим. Мы санкции против вас продлим навечно. Мы никогда с вами торговать не будем. Никогда от нас ничего не получите. И если вам Крым глаза мозолит, мы попросим вернуть восточную Германию. Мы вам ее не отдавали. Вы с нами рассчитались за разгромленную страну? Вы за моего дедушку рассчитались, когда вы расстреляли его? Старший лейтенант Юст. Подлец. Сидел в 30 лет у него день рождения. 20 августа 41 года. И 30 детей расстрелял в честь дня рождения. Это что такое? Это что, не ИГИЛ? Вы, немцы, подлецы, фашисты. Это вы делали? Подождите, не все немцы фашисты. Да, не все. Уже 70 лет. Не надо. 70 лет. Так они были фашисты. Так они стали бомбить уже сегодня. Это что? Ну и Меркель, что сегодня делает Меркель? Что она делает Меркель? Она ведет к власти фашистов. Она уйдет, а придут фашисты. И во Франции, везде придут фашисты. И в Россию. В России не надо. Не трогайте сразу и Россия. Кто выиграл в этой войне сегодня, которая идет? Китай. Он с удовольствием наслаждается, как Европа гибнет, как Америка гибнет, и Россия под угрозой. Китай. Вот и великая мудрая страна. Вот они сидят там, полтора миллиарда, думают, дураки. И ждут, пока проплывет труп. И ждут, пока Америка, Россия и Европа. Пожалуйста, Владимир. Мне кажется, после такого выступления вам прямо легко будет сейчас начать. Правильно? Мне и закончить будет еще лучше. Да, пожалуйста. Лагеряк все закончат. Пожалуйста. Лагеряк. Пожалуйста. Пока этого не произошло. Ну, я думаю, что немцы очень удивятся тому, что они сейчас тоже фашисты. Потому что у них на каждой улице, на каждом доме висит табличка, что здесь был расстрелян такой-то, здесь был расстрелян такой-то. Музей гестапо в Берлине про все эти зверства. Все школьники все 10 лет изучают зверства нацистов. Поэтому Владимир Львович, конечно, это литературные такие фантазии дает. Я про другое. Желать зла Европе, как это предлагает Владимир Владимирович, это величайшая глупость, которую мы только можем сделать. Вот если спросить, что является для России главной глупостью, делай, как предлагает Жириновский. Почему? 50% внешней торговли нашей – это Европейский Союз. 50% доходов нашего бюджета – это Европейский Союз. 70% инвестиций, которые вложены в Россию в современные производства – это наши совместные бизнесы с Европейским Союзом. А деньги где находятся? Деньги где? Не перебивайте. Деньги в их банку, где тебя будут перебивать. Не перебивайте. Это потому что в ГАСе все деньги от этой торговли у них находятся. Я называю факты. У нас – это факты лживые. Это факты правдивые. Мы все отдаем и деньги отдаем. И сейчас американцам дали 5 миллиардов долларов. Зачем дали? Мы вам зачем сейчас дали деньги? 5 миллиардов? У него нет. Что, не дали? У него нет. Мы купили его. У него нет. Я знаю. Мы сейчас. Зачем? У нас не хватает денег на здравоохранение, образование. Детям-пенсионерам мы американцам даем покупаем их гнилые фальшивые облигации на 5 миллиардов. Поддерживаем экономику. Мы с ним торгуем. Мы весь запад поддерживаем. Вас поддерживаем. Вас, немцы, подлые твари. Вас поддерживаем. Мы запад поддерживаем. А вы в наглую говорите, что торговля с ним. А где три? Где деньги, которые мы заработали на торговле с Европой? Где? Дорогой Владимирович, вы так украсили нашу дискуссию. Русские отправили на Кипр. Обрушили наши банки. Я не могу лидера парламентской фракции как-то отнести. Это ложь. Пожалуйста, Владимир Владимирович, мы будем бороться с ложью в этой студии после короткой рекламы на Первом канале. Реклама! В эфире Первого канала студии программ «Политика». Бурная дискуссия по поводу ценностей антитеррористической борьбы совместно с Европой. И вот Владимир Рыжков начал говорить о том, что нельзя нам ни в коем случае ссориться с Западом. Да вы уже поссорились. Подождите, сейчас говорит Владимир Рыжков. Слышь, а сам можно оккупироваться? Значит, подождите. Вашу возжу надо. А мне показалось, что этот человек уже ушел. Ликвидировать, не оккупировать, якобы, а ликвидировать вас. Как при сове. Это, знаете, был такой фильм про привидение, что иногда они возвращаются. Так, пожалуйста, Владимир, продолжайте. Значит, нельзя с ними ссориться почему? Дело не в ссориться. Дело в том, что, как сказал наш президент... Вы нас четыре раза ликвидировали, мы возрождались. Пятый раз последний будет. Пятый раз похороним всех вас, поляков. Все. Хорошо, что я делаю. Вам конец. У нас есть секретное оружие. Это Александр Гордон, который гипнотизирует. Нам нужна русско-германская граница с немцами. Вы поляки, нам не нужны. Скажи, пожалуйста, Саш, а ты к Владимир Вольфовичу тоже сможешь так подойти, если что? Да. Все, хорошо. Вы знаете, я себя чувствую, знаете, Валюш, такой чугунной раскаленной болванкой, которая, значит, между... А ты кого привел? Твои? Я привел. Твои, да. Между Алма-Ато и Варшавой. Американцы и НАТО. И учитывая Руссбург. Хорошо. Американцы, это наша историческая эмиссия. Как сказал президент наш, в чем я согласен, что Россия крупнейшая европейская страна. Европа наш крупнейший экономический, инвестиционный, культурный, образовательный, научный партнер. То, что сейчас происходит, это временная размолвка. Поэтому то, что предлагает Владимир Вольфович Жириновский, значит, чтобы она там рухнула и погибла. Как надолго размолвка. Мы в этом водовороте сами по тебе потонем, Владимир Вольфович. Как в Титанике. Да 25 лет, размолвка идет 25 лет. 25 лет вы воруете у нас, все грабите. Слушайте, ну при чем здесь вообще? При чем здесь ворчало? Дайте я закончу. Я не знаю, что я у нас ворую, Владимир Вольфович. Вы поддерживаете все правительства, которые выводят деньги за рубеж. Запад, 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 запад. Ваша фракция всегда это поддерживает. Поэтому посмотрите в зеркало. Да выборов время еще есть. Есть еще время для выборов. Вывод простой. Вывод простой. Вы заинтересованы в восстановлении отношений с европейским журналистом. Это вы заинтересованы. Россия, Россия. Вам нужно в Вильнюс. Поезжайте в Вильнюс. Не учите нас, как нам жить. Пока выборы не начались. Вот там оставьте поляка, с этим остальные я, остальные идти гулять. Подождите, Владимир Вольфович. Я буду раздевать поляка.